Приветствую, ребята! Сейчас нахожусь возле аккумуляторного завода. Сегодня вторник, июль 2019 года. Познакомитесь, очередной человек из наблюдателей за аккумуляторным заводом. Какие-то новости узнаем, и я вам покажу некоторые вещи, которые немножко меня смущают с аккумуляторным заводом. Для начала познакомимся. Привет! Приветствую, меня зовут Игорь. Игорь, ну, рассказывай, что интересного, что происходит, какие новости. Собственно говоря, мы по-прежнему делаем то, что делали. То есть наблюдаем за заводом, смотрим, чтобы здесь не производилось никаких работ, чтобы не было никаких движений, которые, в общем-то, сейчас просто по определению запрещены. Говорим, чтобы не было никаких посторонних выбросов. То есть, в принципе, мы, в общем-то, контролируем просто то, что и контролировали до этого. И мы не против чего-то там, мы против того, чтобы нарушался закон. А закон выбросов быть не должно. Мы вот это и контролируем. Скажи, вот ночью, я вот там в Вайбере подключился к группе, смотрю, что ночью какие-то движения происходят. То есть, включается свет, работает вентиляция, работают, ну, какие-то шумы, гулы происходят, люди приезжают. Что это такое? Что происходит? Да, фиксируется все. Что происходит, мы не можем точно сказать, потому что нас по-прежнему на завод не пускают никого из инициативной группы. Поэтому увидеть, что внутри мы не можем, мы просто по периметру, в общем-то, оберегаем все, что вокруг. Все, что принадлежит, в общем-то, людям, мы оберегаем. Завод, все, что внутри завода, они считают, что это их личное. И даже то, что они там делают какие-то, возможно, противоправные даже действия, они считают, что это в рамках дозволенного, так как это огороженная территория. Поэтому фиксируем включенный свет, фиксируем какие-то шумы, вентиляции, которые являются принудительными, то есть она включается из завода. Это не какая-то там вентиляция, которая прямоходом идет. Что-то происходит, что-то творится на заводе, что по-прежнему не пускает инициативную группу. Поэтому мы не хотим гадать, мы не будем говорить, потому что мы этого не видим. Пока просто фиксируем. А вызывали вчера милицию по этому вопросу? Честно сказать, я вот по поводу милиции не скажу, потому что вот этот сам именно момент вызова, не знаю, не в курсе. Но, в принципе, стараемся всегда вызывать. То есть вот когда была история с выбросами воды в канализации, то сейчас с люками ситуация просто страшная. И смешная, и страшная одновременно. Их просто заварили, они самовольны, в общем. Ну, это вообще, это удивительная история, это целый раздел этой истории. Вот. Когда были выбросы, все фиксировали, вызывали МВД. Когда были выбросы из труб, тоже вызывали. То есть все это фиксировалось постоянно. Сейчас, слава богу, дым не дымит. Запахов здесь нет. Вот. Не приходится стоять в респираторе, как бывало здесь приходилось. Вот. Вот. Ну, в люки мы заглянуть не можем, к сожалению, потому что они, опять же, самовольно их просто заварили и все. И мы не можем даже проверить просто, просто как граждане, которые хотели бы просто зафиксировать, например, какую-то проблему, которая может повлечь за собой какой-то экологические там, ну, какие-то последствия. Мы этого сейчас сделать не можем, потому что они просто взяли и самовольно заварили. Вот. Поэтому фиксируем пока только то, что можем зафиксировать. Ну, закрыть окна они не могут. Из таких новостей я видел, что два раза приезжали, ну, по фотографиям в группе, то, что приезжали химчистка коврова, уборка помещений. То есть, что это такое было? Есть какие-то, ну, то есть, в общем-то, эти машины приезжают сюда регулярно. То есть, они приезжают, чистка ковров, чистка там, вот эти вот именно связанные с какими-то там, санитарные, наверное, гигиеническими какими-то работами. Они приезжают сюда регулярно на стадии, ну, в общем-то, довольно долго, на стадии еще, наверное, только-только начала пуском наладочных. То есть, они здесь регулярно и, в общем-то, никто их ни в чем не подозревает. Для того, чтобы что-то, что-то, какое-то обвинение выдвинуть, нужно это увидеть. То есть, мы не видели ничего особо противоправного за ними, не наблюдали, поэтому пока так. Просто смотрим, наблюдаем. Как-то тоже фотографии показывало то, что подъезжала кара, с машины выгружало какое-то непонятное, что-то там на этих, на поддонах. Я не знаю, там это аккумуляторы были или что-то, или комплектующие. Могли быть комплектующие, то есть, опять же, тоже, видите, проблема вся заключается в том, что... Самая главная, в общем-то, проблема заключается в том, что людям недоговаривают немножко. И вот наша задача просто то, что нам недоговаривают, увидеть, заметить, зафиксировать. Мы видели, что что-то грузят, уверенностью, что это какие-то аккумуляторы. Фотоснимки у вас есть? Стараемся, да, все фиксировать, собирать и, ну, что можем, все фиксируем. При необходимости предоставить силовым структурам, если на то будет необходимость, со всеми номерами. Если необходимость будет, конечно, и стараемся, в общем-то, и вызывать, стараемся, просто не всегда у них, видимо, получается приехать, отреагировать моментально на наш какой-то, на наш запрос. Они приезжают значительно позже и уже по факту нечего и показывают. То есть, мы, в общем-то, стараемся показывать то, что успели зафиксировать на телефоне, то есть, у нас какие-то... Сколько сейчас, на данный момент, днем человек прибывает рабочих? Мужчин, женщин, примерно, ориентировочно? Не считая, так сказать, офисных работников? 20-25 человек где-то так, постоянно. То есть, здесь, ну, я думаю, что мы просто тоже, опять же, можем всех не увидеть, то есть, тут какие-то такие тоже люди приезжают, заезжают, но в целом фиксируем где-то порядка 20 человек, 25. Чем они занимаются, тоже неизвестно, потому что... А украинцы еще приезжают, нет, ребята? Есть они сейчас на заводе? Ну, в общем-то, так мы фиксируем по автомобилям, стараемся. Сегодня была машинка на российских номерах, приезжал кто-то, приехал, уехал человек. То есть, они могут и приезжать, ну, просто на автомобилях, на маршрутках, либо на автомобилях с белорусскими номерами, поэтому... Я думаю, что да, потому что, ну, скорее всего, они какие-то занимаются какими-то функциями, которые пока за то время просто невозможно было переложить на местных. Поэтому, мне кажется, они просто что-то там выполняют, какие-то функции. Свет горит, что-то происходит, что-то делается. Люди здесь постоянно находятся. Ну, они не просто же так сидят. То есть, сейчас вот на данный момент у нас стоит вот определенное количество автомобилей, и люди в форме выходят на перекуры и заходят обратно. То есть, они перекурили, и они внутри, внутри довольно долго. То есть, они что-то там делают. Что делают? Нас не пускают, мы их, к сожалению, не можем сказать. Это в курсе свежих новостей сегодняшним, то, что директору данного аккумуляторного завода было объявлено серьезное, так сказать, обвинение. Можешь про это рассказать, как-то прокомментировать? Что это за обвинение и в чем его обвиняют? Я думаю, что это что-то связано, мне кажется, что это с какими-то экономическими преступлениями. Я предполагаю, потому что, ну, хотя мы, опять же, всего лишь предполагаем, нам тоже... Но то, что средства массовой информации, про что говорят? Я думаю, что так, пока даже комментировать сложно, потому что, скорее всего, вряд ли это связано с какими-то политическими действиями. Это, скорее всего, что-то экономическое. С учетом того, что здесь происходит на заводе, с учетом того, как он строился, с какими серьезными нарушениями... Ну, это право, это получение и дача взяток. Да, я уверен, что... Ну, пока, в общем-то, обвинение выдано, но оно еще не доказано, поэтому тоже так надо все-таки стараться как-то быть... Занимать нейтральную сторону. Да, нейтральную сторону, потому что мы пока точно не знаем, пока человек, как говорится, не сидит за решеткой. Суть просто в том, что на фоне того, что происходит здесь, так как, в общем-то, строился этот завод, с какими нарушениями, с какими проблемами, с какими, ну, скажем так, с какими-то темными подходами, темными схемами. И, в общем-то, здесь совершенно очевидно налицо, что что-то все-таки делается в обход закона, и это неприятно. Мы, может быть, даже на начальном этапе были не против закона, мы были против вранья. Это самый главный постулат. То есть мы не... Это не какая-то политическая акция, это просто... Это просто гражданская какая-то оппозиция относительно обмана граждан. Мы не хотим быть обманутыми. Это нечестно. Нас не спрашивали, когда он строился. Нас не спрашивали, когда мы увидели, что он строится с ошибками, с какими-то грубейшими нарушениями. И нас не спрашивали сейчас, когда он уже нарушал закон прям явно. Ну, слава богу, есть люди все-таки в властных структурах, в структурах контролирующих, которые, в общем-то, заняли правильную позицию, позицию людей. И сейчас это все всплывает. И благодаря, наверное, все-таки, опять же, активной гражданской позиции, группу людей, многих, ну, большого количества достаточно людей, мы, в общем-то, можем показать то, что, в общем-то, закон нарушался. И это так. Это не просто надуманное что-то придуманное. То есть, мы делаем просто то, что должны делать все. Вот и все. Мы ничего, мы не против кого-то, мы против лжи. Слушай, меня еще, знаешь, что очень беспокоит. Вот когда я сюда ехал, я заметил такое движение, что вот там вот вдалеке, я не знаю, если камера покажет, много-много труб прокладывается, много техники. Да, да, там коммуникации прокладывается. И самое интересное, вот мы сейчас, ребята, подойдем, вот вы можете увидеть, вот там стоит трактор. Что он там делает? Зачем его сюда пригнали? Зачем он там роет траншеи? Да, я подходил к ребятам. Это Брест Энерго. Они, совершенно конкретно, я видел, что они делают. Ну, так, в принципе, они вполне контактные. Они сказали, что там был перерезан кабель. То есть, они то ли сами его перерезали, то ли... То есть, они сделали муфту там, соединяют кабель. Там огромный кабель трехжильный, я так понимаю, это либо Брест Энерго, я думаю, что это какой-то кабель питания. Вот, они его соединяют и там скрутку какую-то делают. То есть, что-то там у них... Либо они его обрезали, какую-то профилактику делали, либо что оно... В общем-то, они все показали, что делают вполне... То есть, там никаких труб, ничего нет? Там именно... Нет, нет, там конкретно был просто кабель, я видел это. Они все сами показали, спокойно. То есть, как бы, я спросил, без проблем. Все очень контактно и адекватно. Ну, короче, вы смотрите регулярно. Все. Скажи, люди вам еще здесь нужны, которые могли бы помочь вам смотреть за порядком? Всегда кого-то, в общем-то, мы зазываем, просим, просим оставаться тоже, также, в принципе, активными, помогать нам и с надзором за этим предприятием. И, в общем-то, любая помощь нам, в принципе, поможет. И люди дежурят, но... Людей не хватает немного. Людей вроде бы и много, но не у всех всегда получается. Ведь люди... Здесь же люди, в общем-то, совершенно... Стоят совершенно просто по собственному желанию. И многие... Ничего не оплачивается это? Безусловно. Ну что, ну это же... Это смешно, когда мы это слышим. Ну, мало ли, когда говорят, что... Есть такая неприятная версия, для нас лично неприятная, особенно неприятная, это бывает слышать от знакомых. Но мы здесь стоим по собственному желанию, по своей собственной воле. Это, опять же, как я говорил, это проявление гражданской позиции. Это понимание того, что наше будущее только в наших руках. И, в общем-то, бывает просто так, что люди стоят, ну, работа, опять же, семьи. Мы здесь... Мы, в общем-то, не на работе здесь, а мы здесь по собственной воле. А у нас есть и работа, и семьи. И нужно отвлекаться, нужно как-то тоже, в общем-то, восполнять эти пробелы. И здесь бывает, не хватает людей, объективно. В воскресенье, значит, надо подойти на кормление голубей к любому человеку из инициативной группы и просто выразить свое желание. Расскажи. Да, у нас... Мы... У нас здесь... Ну, как бы это немножко грубовато, может быть, но я все-таки озвучу. У нас здесь не секта, мы здесь все по доброй воле. И мы делаем, на самом деле, я считаю, доброе дело. И будем продолжать делать, пока мы не добьемся того, что мы будем жить в безопасности, мы не будем бояться. У нас люди живут, у нас много... Среди нас молодых матерей с детьми, и вот у меня дети тоже маленькие. И мы, в общем-то, мы какое-то время, мы просто, когда здесь начались пусконаладочные работы, и завод просто коптил на полную силу, мы просто боялись. Нас сковал страх того, что мы сейчас получим дозу чего-то там, какой-то гадости, которая даже, в общем-то, нигде не фиксируется, и никем не фиксируется. Вот. Мы хотим, чтобы этот страх вообще прошел. Мы не хотим бояться. Мы хотим спокойно жить. Мы хотим дышать чистым воздухом. Мы не заслуживаем грязный воздух. Нам это не нужно. Нас никто не спрашивал. Но мы не хотим. Мы сразу же сами говорим. Мы хотим чистый воздух. Мы хотим чистоту в городе. Мы хотим красивый, чистый город. Нам нравится. Это наш город. Нам нравятся эти люди. Мы любим людей. Мы любим своих горожан. Мы любим... Нам приятно выйти просто, потому что у нас красивый город прекрасный. Чистый, красивый город. Нам не стыдно за свой город. А вот этот завод, ну, скажем так, он несколько портит общую картинку тем, что он загрязняет. Он сам по себе, возможно, это красивый завод, это красивая картинка, но то, что он с собой несет, это опасно. И мы бы хотели, чтобы этой опасности... Мы бы хотели жить и не ощущать этой опасности. Ваша позиция такая. Спасибо тебе большое. Счастливо.